Как крутится-то хорошо. Ребята, всем привет! Все-таки не выдержал я. И то, что вы видели только что, это был первый запуск вот с этим стендом. Я даже получил кое-какую небольшую тягу. А если бы стояло сопло, тяга была бы значительно больше. Сейчас делаю вот такую штуковину, подставку из дерева, внутри которой будут располагаться все механизмы управления, чтобы все было красиво и четко. Скрыл маслом, высохнет. Посмотрим, что получится. С претензией на роскошь, ребята. Сбоку у нас подук, а сверху американский орех. Все просто. Давно я не делал подобных по красоте вещей. Все работает, однако. Последний раз так кайфовал от полученного результата, когда делал вальцы. Вот они сделаны в точно таком же стиле. С применением дерева подук. Очень нравится мне это дерево. Давайте же рассмотрим это чудо немножко поподробнее. Если снизу заглянуть, то можно увидеть всю начинку. Здесь аккумулятор, здесь высокочастотный модуль, который дает искру. Естественно, имеется насос, имеется запорный клапан, датчик температуры, вольтметр, чтобы измерять напряжение, подаваемое на насос. Шим-регулятор, которым мы будем регулировать обороты насоса. Ну и термодатчик. Не стал уже резать, свернул калачиком провод. И вот так вот он здесь расположен. Сверху на стартовой панели 4 кнопки. Подача питания. Этой кнопкой мы подаем искру. Крутилка шим-регулятора подает напругу на насос. Насос можно как циклический запускать, так и заблокировать кнопкой на постоянку. Вот напряжение и показывается на насос. Ну а здесь термометр. Если прикоснуться рукой, то идет нагрев. Запуск будет осуществляться от кемпингового баллона. А потом буду пытаться переходить на керосин. Если на керосине не получится, то буду пытаться поджигать на горячем пропане, чтобы снять характеристики. После чего я поставлю сопло. И мы попытаемся уже снять взрослые характеристики. Итак, стартуем! Попробуйте! Убегить кнопку! Попробуйте! Убегите кнопку! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Старты были интересные, но не без неожиданных моментов. До замеров с соплом дело так и не дошло. Хотя эту ситуацию мы сегодня постараемся поправить. Опять что-то случилось с подшипниками. Похоже, ребята. Хотя они вроде бы неплохо вращаются. Но пошла вибрация на двигатель. Пошла черная. Это говорит о том, что где-то начало точить алюминий. Я подозреваю, что начала стачиваться наша крыльчатка. Вот она черная. Видите? Это все алюминий. У меня уже была такая проблема с первым моим двигателем. Скорее всего выбоины на вот этом вот подшипнике на внутреннем кольце. Вот я так вангую. А здесь скорее всего все нормально с этой стороны. Очень интересный момент. Смотрим, насколько нагревался вал. Ребята, прогресс налицо. Вспомните, как был нагрет вал после первой разборки. Сейчас он не нагревается. Видите? Нет цветов побежалости. Отлично! Вот это хорошие новости. И втулка ходит нормально. Обидно, что из-за этого подшипника нужно весь двигатель разобрать. Крыльчатка немножко поеденная. Совсем незначительно. Она целая. Просто были следы касания. Вот от этого и алюминиевая грязь. Слышите этот рокот? Что-то произошло. Распилил подшипник и вынул шарики. Шарики мне еще пригодятся. А вот внутреннее кольцо имеет изъяны. Находятся в этой области. Коллекция разваленных оборотами подшипников пополнилась еще одним экземпляром. Вот это с моего большого двигателя. Как я и обещал, начнем потихоньку экспериментировать с турбинами. Поставил новую турбину. За место вот этой. Как видите, она сильно отличается. Эта турбина больше на реактивную тягу приспособлена. Эта приспособлена больше, чтобы раскручивать компрессор. Шут его знает. Ребята, поставил другую турбину и мы теперь уже точно поймем, какие данные есть, что будет. Собираю обратно двигатель. Этот подшипник я не трогаю. А сюда поставил модернизированный советский. Посмотрим, что будет. Вот мы в очередной раз готовы стартовать. С новой турбиной, более дерзкой. Для начала проверим, запустится ли она вообще или нет. Новая турбина как-никак. Может и не запуститься вообще. madness change. Виннический. Несчитанный 표щик БолезобRE High dividende. Сегодня он постепенно становится шут 1992. В supắn или – изменно объёма 202 years. Попроб invoke и поменим, В tumult Politics. 做prit и повышлен. Пришло время затестить сопло. Пока что оно без цветов побежалости. Сейчас раскалится и поменяет свой цвет. Пытался несколько раз запустить с этой турбиной, с соплом. В общем тяги не хватает у нее, ребята. Не хочет запускаться. Как и предполагалось, вот эта турбина мощнее была. Да, но обстоятельства так сложились, что у меня еще мощнее есть. Вот такая, видите, как закручены лопатки. Сейчас будем пробовать ее. Прямо на стенде буду устанавливать. Турбина меняется без полной разборки двигателя. Полная разборка нужна, только чтобы передний подшипник поменять. Когда я создавал крыльчатки, я предполагал, что это будет давать максимум тяги. Это будет какой-то средний промежуточный вариант. Ну а это для самой уверенной раскрутки. Как по мне и выглядит она круче всех. Насладимся в последний раз этим видом красивой новенькой крыльчатки. Потом она потемнеет. Вот она какая. Все, ставим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Странно, ребята, но с соплом что-то совсем не хочет запускаться. Хотя было слышно и видно, что вот именно с этой турбинкой лучше оно работает с соплом. Давайте снимем его и попробуем. Попробуем уже без, так сказать, сопла. Видите, какое оно стало синенькое? Приклинило ее из-за того, что сделал слишком маленький зазор здесь. Пробовал и так, и так, никак не хочет эта крыльчатка здесь работать. Что-то я с ней перемудрил. Ставим обратно ту, что была. Первый вариант. Это, как оказалось, был самый лучший вариант. И продолжаем тестировать. Попробуем на нее сопло какое-нибудь поставить. Все-таки она какую-никакую тягу выдавала. Итак, пока они все сняты, прорезюмируем. Вот это оказалось самое жизнеспособное. Самое первое. Она работает и с зауженным отверстием, и с не зауженным отверстием. И выдает 0,5 бар давления. Даже до 0,7 я раскачивал, то есть это очень здорово, друзья. И выдавало приличную тягу, более чем пол килограмма. Вот это работает тоже нормально. Более-менее на холостой режим выходит, но захлебывается с соплом. Здесь слишком мощный компрессор получается, а турбины слабоватые. Надо было мощнее турбины, большего диаметра делать. Шире лопатки, длиннее лопатки и так далее. Ну и вот эта турбина, которая я считал, что будет лучше всего работать. То есть легче всего запускаться мотор будет. Она вообще не захотела работать и не захотела на холостом ходу крутиться никак. Поэтому ставлю сейчас обратно вот эту. Считаю ее самой лучшей для данной конфигурации двигателя. Другие два двигателя у меня имеют другую конфигурацию. Там другой сопловой аппарат и на одном из них стоит поменьше крыльчатка. Как раз как бы с зауженным отверстием. Наружный диаметр у нее большой, такой же. А входное отверстие у нее меньше на 4 миллиметра. И там будет иметь смысл опять попробовать вот эти две турбины. И еще у меня одна есть неплохая турбина. Ее тоже можно будет попробовать. Ну а пока останавливаемся на вот этой. Маслайт гораздо круче, чем все остальные. Вот так вот я их лихо меняю. Раз. Не делаю никакой окончательной балансировки. Как была у меня статическая балансировка, так и остается. В принципе, более-менее нормально справляется. Позволяет понять, как работает двигатель. В общем-то, если бы все было классно, была бы большая тяга. Можно было бы его, конечно, окончательно отрегулировать. Но пока идет настройка. Пока вот так, друзья. Надо сделать небольшую подрезанку. Увеличил диаметр на пару миллиметров. Сейчас буду делать финальный замер тяги для этого варианта двигателя. Выставил по уровню. И мы сейчас запустим и измерим тягу. Сразу будет видно все параметры. Температура выхлопа. Тяга на весах. Ну а здесь давление. Красная шкала это бары. То есть атмосферы. Подрезать. И надевать. Ну а здесь. Тяга. Уже. Так. Подрезать. Уже. 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 Звучит музыка. По-моему, там было больше 700 грамм. Я был сконцентрирован на тяге и не заметил, как температура поднялась до 900 градусов. Отплавился штуцер подачи масла. Сейчас я его заново приделаю. Вот это да, это жесть какая-то. Я надеюсь, ничего там не расплавилось. Я только видел, что здесь вот все красное. Ужас! Еще одна попытка, жмем по полной. Какой-то звук, конечно, полу нездоровый. Но мы будем стартовать. Похоже сгорела двигатель, ребята. Сейчас пойду разберу, покажу вам, что произошло. Бывает, друзья, в погоне за тягой. Видите, что происходит. Фаталити. Представляю, как вам сейчас интересно, что там внутри? Что же там прогорело? А как мне интересно, знали бы вы. Смотрим. Здесь более-менее все нормально. Такое ощущение, что поднагрелся подшипник. Нет, это он просто в серой пыли от алюминия. А так... Вижу, вижу, ребята, турбину подъела. Вот здесь вот она цеплялась. Чем она там цепляется, непонятно. Вот видите? Вот уголочки. Или это что-то летело? Вот её приклинивало. Я думал, что её вот здесь приклинивает. А её, похоже, там приклинивало. И вот здесь тоже. Уменьшился промежуток, что ли? Её натянуло как-то от температуры. Такое бывает. Уже было со мной такое с прошлым двигателем. Мне пришлось пластину наваривать огромную толщиной 2 миллиметра, чтобы избегать вот этого. Час икс настал. Хоп! А что же тут случилось-то? Вроде бы ничего криминального, не правда ли? Проверил все трубки по одной. Они не забитые. Испарительные трубки я не могу точно продиагностировать, но вроде бы тоже с ними всё в порядке. В общем даже не знаю, что и думать. Получается, что просто турбина тормозится и всё. Нужно эту проблему решить и всё должно быть нормально. Турбина имеет дисбаланс, чувствуется. Поэтому буду снимать и заново балансировать. Сделаю проставку между турбиной и сопловым аппаратом, чтобы не прикасалась. Также турбину я на десятку уменьшил. Надеюсь, решится проблема. И мы сейчас, ребята, ещё немного стартаем. Вон она проставочная шайба. Теперь подшипник немножко дальше. Заряжаем в патронтаж. Сколько же надо сил, чтобы это всё сделать? А мне ведь ещё два движка надо до ума довести. Стартуем! Заряжаем в патронтаж. Заряжаем в патронтаж. Заряжаем тут неправда. Заряжаем komma-ка-ка-ка. Заряжаем так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вытащил на улицу погулять, хочу бак спалить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давление маленькое в баллоне. Баллон холодный, поэтому натягу не испытываю. Да и мы испытали уже натягу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Классно работает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Масштабы всех этих испытаний. Что мне пришлось пережить сегодня? Сколько переделать? Двигатель обкатанный и готов поработать немного. У меня осталось недоделанных два двигателя. Надеюсь, один из них получше получится. Вот здесь вообще турбина знойная. Здесь очень много тонких лопаток. Возможно, полоскать будет не по-детски. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Всем пока! До новых встреч! Могу сказать одно. Тяга есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА